Уже второй губернатор оказался недоволен работой руководителя образовательного блока. Александр Цибульский освободил от занимаемой должности Илью Иванкина. Документ подписан накануне. Начальник департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа добровольно сложил свои полномочия. И пусть в трудовой чиновника стоит запись по собственному желанию, жители Заполярья знают, это закономерный результат его деятельности. Вся школа пьет из одной чашки. Ну как из одной чашки, этого не может быть. Это просто вы сейчас приехали, в этот же день нам поставили кулер и стаканчики. А как это из одной чашки? У вас одна чашка и... Да, одна чашка на всю школу. И это ведро воды что ли? Кулер графина. И графин воды? Да. Ну, хуй. Не знаю, первый раз слышу. Разберемся. В первый раз слышу, разберемся. Это выражение Ильи Иванкина уже стало крылатым. То и дело, отвечая на вопросы поверенному ему департаменту, чиновник либо отделывался своей коронной фразой, либо давал обещание обязательно все выяснить. Правда, к пятнице. В пятницу я вам доложу. Нет. В пятницу? А зачем вам так много времени? Почему для пятницы? Ну, с опасом немножко. Повестка будет готова к пятнице. У нас прям пятница, судный день. Ну, давайте в четверг. Замечаний в адрес руководителя департамента образования звучало много. Илье Игоревичу перепадало едва ли не на каждой планерке. То за невыполненное поручение главы региона, то за срыв сроков сдачи очередного объекта. А с теннисным кортом вообще вышел настоящий анекдот. К завершению стройки возник вопрос, кто будет тренировать на ренмарских детей. У нас основная проблема, она заключается в том, что нам необходим тренер. В Ненецком округе у нас тренера по теннису на данный момент нет. Через несколько дней, когда от такого заявления взбудоражилась вся общественность, тем более родители, чьи дети уже по 10 лет занимаются теннисом у Николая Кислякова, Илье Иванкину пришлось как-то выкручиваться. Я ни в коем случае не хотел сказать, что у нас Кислякова нет. Я его знаю прекрасно. Этот человек работает, но он работает в лидере. Нам в Норде нужны еще тренеры. Вот что я имел в виду. А то, что там слова из контекста вынули. Я ничего ниоткуда не выдергиваю. Вы мне сказали в пятницу на встрече о том, что у нас есть проблема, что нет тренера в округе. Я цитирую вас. В округе нет тренера. Но Юрий Георгиевич сказал вам, привезет тренера. Я не поленился, поднял трубку, говорю, Юрий Георгиевич, откуда у вас тренер? И на каких он сюда поедет условиях? Юрий Георгиевич говорит, да не то чтобы тренер, просто есть человек со вторым юношеским разрядом по теннису, который готов приехать. Какой же это тренер-то? Дальше больше. За несколько дней до открытия корта всплыла еще одна крайне любопытная информация. Только сегодня с удивлением для себя в одном из телеграм-каналов прочитал, что там еще какие-то проблемы с землей у этого корта. Ну, давайте я выясню. Да вы его открывать собираетесь через два дня. Как же вы откроете, если там земля не оформлена? Там земля выделена под автомобильную стоянку, под строительство корта еще. Что делать-то будем? Как мы откроем корт, который по документам у нас автомобильная стоянка? В этот день Илья Иванкин получил последнее предупреждение. Пока халатная работа руководителя образовательного блока не довела его до очередного скандала. В ваш адрес поступило письмо от Елены Вяльбе. Это президент Федерации лыжного спорта. У нас, как вы знаете, есть талантливый спортсмен Александр Терентьев. Он у нас кандидат в сборную России по лыжным гонкам. Вот нам Елена Вяльбе обращалась с просьбой поддержать нашего талантливого спортсмена. Письмо от Елены Вяльбе в профильный департамент поступило аж 10 мая этого года. Послание явно залежалось на столе у руководителя. А на вопрос, как вы собираетесь помочь лыжнику и собираетесь ли вообще, чиновник заявил, в бюджете средств не предусмотрено. Теперь не предусмотрено место и для самого Ильи Иванкина в окружной администрации. Таким образом, за пять лет на высоких постах. Качеством своей работы он не устроил сразу двух губернаторов. В 2013-м глава Поморья Игорь Орлов снял Иванкина с должности министра образования Архангельской области.